Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сегодня делаем абсолютно честный обзор на регрессоры. Это новая коллекционная девятка, которая была введена в игру с введением игрового события Retrotopia. И это одна из трех машин, которые были в игру добавлены. Был добавлен магнейт, обзор на который уже есть на канале, можете посмотреть. То же самое касается фиксера, его мы уже обозревали. Ну и теперь дошло дело до старшего брата регрессора. Стоит сказать следующее. Машине место с улучшениями на 10 уровне. Это мое скромное мнение. Почему говорю с улучшениями? Потому что есть что в ней доработать, для того чтобы она действительно заняла хорошие качественные позиции именно на 10 левеле. На 9 левеле не очень комфортно, не очень удобно. Не знаю почему. Но в целом машина играется довольно неплохо. Сейчас обсудим все за и против. Расковыряем полностью все. Разберем ее на болты и гайки. Ну и соответственно выкатим ее из ангара, для того чтобы посмотреть на что она способна. Первое, что стоит отметить. Обалденный внешний вид. Крайне хорошая стилистика. Качественно все прорисовано. И в отношении внешнего вида у меня к регрессору вопросов абсолютно никаких нет. У меня есть вопросы по техническим характеристикам машины. И у меня есть вопрос к разработчикам. Почему они так сделали? Почему получилось так, что машина обладающая боевой стабилизацией, это новая механика, которая была добавлена в игру буквально недавно, с обведением новой ветки WZ-55, не работает на данной машине абсолютно. И сейчас я объясню почему. Давайте для начала. Что такое боевая стабилизация? Это механика у танков, у избранных, назовем их так. На сегодняшний день всего лишь три машины обладают данной механикой, а именно WZ-55, WZ-51. Это девятка в ветке WZ-55. И это наш великолепный регрессор. И вот здесь, ребят, момент заключается в том, что при движении танка вперед, либо назад, со скоростью до 15 км в час, ваш разброс увеличиваться не будет. Это классно, это круто, это супер. Это вообще должно было быть мега комфортно, но есть, ребята, одна маленькая проблема. В отличие от WZ-55 и в отличие от WZ-51, регрессор обладает крайне хорошей подвижностью. У него великолепные показатели набора максималки с места. И таким образом, друзья мои, получается так, что как только вы начинаете свое движение, разброс у вас увеличивается, потому что скорость уже превышает 15 км в час. И плюс к тому, скорость движения танка назад составляет 20 км в час. Почему на WZ-55 и на WZ-51 играть с этой боевой стабилизацией комфортно, сдавая назад из-за каких-то укрытий? Потому что у WZ-55 ограничение 13 км в час, а у 51-го 14. То есть, больше 15 км в час вы теоретически поехать даже не можете, соответственно, у вас боевая стабилизация при движении назад работает постоянно. А на регрессоре оно не работает абсолютно, ну просто в ноль. И в этом мы убедимся с вами непосредственно в самом бою. Поэтому и говорю, что идея с добавлением на регрессора самой механики просто шикарная, но, к сожалению, как мне кажется, не до конца доработанная. Что касается орудия. Орудия в целом во многих вещах действительно удобные. Ну, допустим, угол склонения орудия вниз, минус 8, что в принципе комфортно. Пускай и не идеально, но и не уныло. Что касается урона, довольно неплохо, 450 единиц. А вот со временем перезарядки нам очень сильно не повезло. С учетом оборудования и амуниции целых 11.77, будем говорить, практически 12 секунд. Плюс к тому, друзья мои, есть пробитие в 248. Если вдруг вы захотите его себе по каким-то причинам улучшить, то вы сразу похороните свой ДПМ еще больше, потому что у вас будет время перезарядки практически 13 секунд. Что касается ДПМ, то он здесь абсолютно никудышный, как для девятого уровня, 2300 единиц. Согласитесь, на восьмом уровне есть машины, которые обладают существенно большим ДПМом, и таких машин очень много. Время сведения, разброс на 100 метров, в целом играбельно, в целом комфортно. Но все эти вещи стоит заценивать непосредственно в самом бою, в который мы с вами и отправляемся. Братья, друзья, други, если вы имеете что сказать по поводу регрессора, либо какого-либо другого танка, либо по поводу чего-либо, что обсуждается в моих видео, пишите обязательно об этом в комментариях. Во-первых, мне интересно почитать ваше мнение. Ну а во-вторых, другие ребята должны ваше мнение тоже видеть. Поэтому всех приглашаю вот туда вот вниз в комментарии, пишите их, и давайте будем обмениваться своими мнениями по поводу машины и всего, что происходит в игре. Что касается вот этой вот механики, вот как вы видите, стоя на месте, как только начинаешь движение, я еще даже с места особо никуда не уехал, а мой разброс уже конский. Вот я становлюсь за зданием, имитируя момент того, что я сейчас буду сдавать ромбом для того, чтобы в кого-то целиться. Вот я начинаю сдавать назад, и вот уже увеличился мой разброс. То есть, по большому счету, механика на танчике есть, но работать она абсолютно не работает. С другой стороны, есть в этом всем и позитив. А позитив сводится к тому, что у нас есть хорошая подвижность, и это тоже довольно неплохо. И давайте тогда представим себе, что данный танк просто не обладает этой механикой и просто является обычным тяжелым танком на 9 уровне, без каких-то дополнительных заморочек. Если остановиться именно на этом, если убедить самостоятельно себя в том, что механики здесь никакой нет, и не рассчитывать на нее, то в целом машина показывает себя довольно неплохо. Я лично откатал достаточное количество боев для того, чтобы сформировать свое мнение по данной машине, и скажу откровенно, мне он понравился. Он действительно комфортный, он действительно удобный. Ты действительно качественно передвигаешься по карте, у тебя вполне себе достаточные показатели по точности орудия. Единственное, что смущает вот время сведения и немножечко смущает время перезарядки. Но если к ним привыкнуть, если понять, как его отыгрывать так, чтобы не зарываться сильно, то в целом играть можно в целом вполне комфортно, вполне удобно. Ну, здесь сейчас я немножко дал маху. Это не беда абсолютно с орудием. Свои ошибки стоит признавать. Я действительно сейчас не очень качественно прицелился, и из-за этого я не попал туда, куда хотел. Так, подождем. Товарищ сейчас определится, чего он хочет. На секунду буквально остановится. Ну и, соответственно, получит свою тычку. Да, пускай голдой, но, как я говорил, если вдруг пробития хватать не будет, пользуйтесь голдовыми снарядами, но желательно не улучшать себе пробитие, потому что вы существенно, друзья мои, потеряете в отношении ДПМа. Там ДПМ действительно падает практически на уровень Плинтуса, и ничего хорошего от этого улучшения пробития вы не получите. Так. Я так понимаю, что нас, скорее всего, сейчас разгрызут. Это не очень, конечно, приятно, но из песни слов не выбросишь. Никогда не выбрасываю из своих обзоров поражения, только лишь потому, что хочу, чтобы вы видели эти поражения, и чтобы вы понимали, что вот такие вот моменты игровые у вас тоже могут быть на том или ином танке. И к этому необходимо быть готовыми. И не стоит свято верить в то, что каждая машина в нашей игре это супер-пупер имба, которая всех разрывает, всех нагибает, и каждый бой у вас будет заканчиваться обязательно со знаком классности мастер, либо с первой степенью, с какой-нибудь. Поэтому готовьтесь к тому, что иногда бывают и проигрыши, иногда бывают не очень хорошие ситуации. Что касается угла склонения орудия вниз, то, как вы видите, даже вот в этом вот клинче вполне себе даже комфортно, вполне себе даже удобно. И я не могу сказать, что орудие в этом отношении показывает себя плохо. Да, пускай не ультимативная броня, но периодически какие-то рикошеты бывают. Что необходимо для того, чтобы данная машина стала лучше? Необходимо, чтобы разработчики все-таки внесли изменения в механику, это первое. Ну и второе, нет возможности сейчас заценить броню по данной машине, но мне лично очень сильно не хватает бронирования конкретно башни. Не знаю почему. Я готов мириться с картонным корпусом, но не иметь возможности от башни комфортно отыгрывать, но это уже немножко перебор. При этом всем, друзья, мое первое место в команде по урону. И это не моя заслуга, это заслуга команды, которая просто урона не смогла нормально набросать, как мне кажется. Закидываемся еще в одну каточку и смотрим, что регрессор покажет в этом бою. Ну что, друзья, поехали. Попытаемся чего-нибудь сделать. Все, что можно было заценить по машине, мы заценили. Осталось только попытаться ее максимально реализовать. Углы склонения орудия, как вы видите, бодро, нормально выглядят, хотя сама цифра не завораживающая. Это то, о чем я говорил в предыдущей катке, что угол склонения орудия больше, чем комфортный. Так-с. Блин, прям в маску. Обидно. Да что ж такое? Регрессор, что ты делаешь в конце концов? Так хотелось тебе показать, таким какой ты есть на самом деле, таким какой ты был у меня на тесте, и при этом всем ты показываешь себя абсолютно как-то по-другому, ты косишь на оба глаза. Это на тебя не похоже? Ты показывал себя совсем по-другому. Нет, если серьезно, то где-то приблизительно так, он играется постоянно. И стоит готовым быть к тому, что это далеко не прям в белке в глаз орудие, хотя обладает точностью. Так, проскакиваем немножечко вперед. Я думаю, что от этого будет какой-то определенный смысл. Так, ну и остался один товарищ, которого явно сейчас до грудки быстрее, чем я перезаряжусь. И в целом вот такие вот результаты по бою. Какие есть огромные позитивы и плюсы у данной машины? Чумовая классная подвижность как для тяжелого танка и довольно-таки уронное орудие, если брать в разрезе альфы, которые он закидывает. Какие есть минусы по данному танку? Минусом заключается долгое время перезарядки, соответственно, низкий ДПМ и, я бы сказал, далеко не самая лучшая броня. Это действительно очень часто смущает. Не сильно приятно отхватывать практически от всех, кого не лень, те, кто видят тебя в прицеле. От башни еще хоть как-то есть рикошеты, от корпуса рикошетов вы особо не дождетесь. В команде среднее место по урону и при этом всем, друзья, я умудряюсь получать на регрессоре удовольствие от боев. Действительно, машина, которая может порадовать и машина, которая делает свой вклад в победу. Пускай этот вклад не самый огромный на своем девятом уровне, но он есть. И меня лично регрессор порадовал тем, что он дает возможность поиграть на чем-то новом и ощутить абсолютно новые какие-то ощущения от самого игрового процесса. То есть, если сравнивать с другими машинами на девятом уровне, которые есть, то данная машина действительно позволяет ощутить что-то новое. То, чего раньше ты не ощущал. То, чего тебе не давал К-91, допустим, тот же самый или ВЗ-114. Короче говоря, друзья, все то, чего хотелось, регрессор мне дал. Даст ли он вам это? Ну, здесь уже покажет только время. А я могу пожелать вам исключительно успехов, удовлетворения от боев, ну и обязательно огромного количества побед. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok